я хотел спеть я хотел спеть эту песенку про севел который написал друзья мои например не слышали да и наверно есть еще люди которые не слышали да конечно здесь есть такой деятель в общем письмо это всего не отразило да во первых потому что мы сократили наполовину во вторых потому что его смягчили несколько раз а в третьих потому что мы не все там общем перечислили из того что было там выдано в тот вечер но там было сказано что вот этого схватили на улице в судный день тревога там к это прозвучало и вы схватили одели не не по размеру там военную форму бросили в автобус и повезли и не дали не попрощаться с семьей не не дали даже позвонить никому не ему не не другим а потом по дороге у них прокол там я знаю по дороге они остановились менять шину и оказалось что за ними едет грузовик объем 48 гробов вот то есть солдат везут на фронт 48 солдат в автобусе за ними значит везут 48 гробов уже на готове вот такие вещи он рассказывал вот и еще там он рассказал что там вот такие офицеры в армии ходят отличаются такой военной выправкой ходят гусиным шагом и такие немецкие какие-то команды в общем это немецкие евреи это не немецкие евреи которые из германии а это те у кого дед из германии они вывешивают там плакаты на немецком и они считают там свои города немецкими общение евреи такие вещи нас как и вот еще он рассказывал что там всякие приключения с пейсами то есть там где-то он едет в джипе и рядом с ним едет солдат и пейсы ему лезут в глаза вот а где-то там писатые евреи там еще что-то делают в общем очень много этому внимание уделил до пейсом вот такие вот особенности ну а там он пытался с ними договориться он рассказывает его никто не понимал потому что они демонстративно не говорят на видов все только на иврите да он не знал иврита и вот его значит вот так вот прям да даже не объяснили ничего даже не без переводчиков еще послали и послали в армию воевать вот так я про него такую песенку сочинил про все его рассказы приключения бравого солдата фрайма севелы на войне ну там под огнем лежит у него из ушей льется кровь то такие вещи страшно я вам братцы про войну расскажу все как было ничего не солгу только вспомню из себя выхожу и в себя прийти никак не могу вот какая приключилась беда в октябре в давно минувшем году никому не причиняя вреда я по улице спокойно иду но жестокий момент остался удел вдруг еждан на среде белого дня наверху какой-то звук загудел и схватили злые люди меня навалились и ногами под вздох самый маленький вошедший во вкус руси швайн мне говорит хенде хох я конечно отвечаю порвусь только вижу я прицелился тот разбежался будто шел на таран как он пейсами в глаза меня ткнет прям точно как рогами баран ну глаза мои конечно на лбу как очнулся осмотрелся во мыгле вижу еду я в дубовом гробу по захваченной арабской земле слышу снова басурманскую речь я привстал и говорю господа лягу я куда приказано лечь ну скажите хоть везете куда тут один еврей ужасно мордаст пригляделся покачал головой как мне пейсию по челюсти даст гроб обратно я упал чуть живой я в ушибленном затылке скребу и деталь я припоминаю одну ведь у них ждут солдаты в гробу а отправляются всегда на войну в нем солдату будто дом и уют ночью крыша и убежище днем ну а если ненароком убьют можно сразу же закапывать в нем смерти моя наверно не за горой господа кричу любой ценой я согласен умереть как герой ну позвольте попрощаться с женой протестую я не голосом металл тут опять ко мне еврей поспешил шею песни мою обмотал и решительно меня придушил где не знаю наяву ли вас миль бессознанно и внутри моей воли только слышу мне командуют шинель я конечно отвечаю я вольны рвутся бомбы сразу с разных сторон и дымится раскаленная даль раздается надо мной хайл шарон и солдаты отвечают зиг хайл я в ушибленном затылке я роняю на прощанье слезу избиваюсь и руками грибу и я в последнюю атаку ползу на врага в своем солдатском гробу на последок вижу море огня слышу рядом ужасающий взрыв мир настал и откопали меня был помят я ну как видите жив горько плача я пишу в кгб что рискую мог на каждом шагу что здоровье у меня так себе и работать больше здесь не могу душу рву как на гитаре струну пусть отсюда вы меня заберут пусть пошлют меня в другую страну хоть в анголу хоть и вовсе в беру повезло и я вам прямо скажу не зазря я погибал на войне я в германии сегодня служу я доволен а начальство вдвойне и хотя вокруг немецкий язык я старательно его разучу привязался я к нему и привык и другого языка не хочу а я слышал что такие вещи он горит когда вступает на брайден бич а в других местах он боится ну и по идее он в общем-то должен был испугаться потому что я пришел в свою же курки а по ней отличают в общем призывайте отсюда дубон называется на начальна армейская вот так если бы он бы пригляделся он бы может понял что не стоит потому что ну явности просто может он давно не был в израиле и забыла как в израиле стружить не хотели упрек в америку чтобы послушать